Юбилейный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад» состоится в Магадане. На данный момент известно, что около 15 танцевальных коллективов и более 50 участников в вокальном направлении уже подали заявки на участие. Специалисты отмечают доступность этого конкурса для всех жителей города Магадана и области с любым уровнем подготовки. У нас всегда конкурс «Звездопад» был открытым конкурсом, то есть предусматривая, что в нем могут принимать участие у нас и исполнители из районов. И у нас также Хасынский район принимает участие, возможно, Самсукчана, Северо-Ивенска. Но, естественно, здесь будет по первому туру, скорее всего, это видеоотсмотр для того, чтобы лишний раз не приезжать исполнителям. А если они проходят во второй тур, то, конечно, мы ждем их в городе Магадане. Это своеобразная минута славы для любого исполнителя, независимо от уровня его профессионального. Срок приема заявок на конкурс продлен вплоть до 15 марта. Их можно подать в Управление культуры мэрии областного центра. В этом году «Звездопад» состоится уже в 15-й раз. С 1997 года конкурс становится все более популярным, привлекающим все большее количество талантливых исполнителей. По словам заместителя директора муниципального центра культуры Виктора Коноплева, некоторые бывшие участники этого конкурса теперь стали известными в России исполнителями. Вы знаете, многим конкурс дал площадку для старта. У нас принимали участие такие, как известные, теперь уже известные эстрадные артисты. Это как Антон Беляев, Александр Мачульский, которые сейчас работают на эстраде, большой эстраде. Очень много, кто был в конкурсах тех лет, стали уже взрослыми. И сейчас они, конечно, кто-то преподает, кто-то работает в совсем другой сфере, но приобщаются все равно к нашему конкурсу. Это и радует то, что этот конкурс многих очень поднял и дал дорогу в большую жизнь. Для Марии Челях конкурс «Звездопад» стал самым первым в истории ее вокальной карьеры. Позднее она неоднократно становилась победительницей «Звездопада». Теперь уже ее ученики готовятся к участию. На «Звездопад» я выставляю две группы. Это группа «Прима», группа «Октава». Также у меня будет одна солистка. Ну и во взрослой категории это ансамбль казачьей песни «Горлица». Я тоже его выставляю. Во дворце детского и юношеского творчества преподает вокал Виталий Бабич, также являвшийся в свое время призером конкурса «Звездопад». В этом году он готовит конкурсу солистку Екатерину. Ну, на самом деле я считаю, что участие в конкурсах – это, так сказать, неотъемлемая часть процесса обучения, потому что на сцене мы вообще познаем этот вид творчества, практикуемся, стараемся держать себя в руках, не волноваться перед зрителем и как бы привыкать к этому виду деятельности, чтобы в дальнейшем радовать слушателей, зрителей. Вечерний Магадан посетил репетиции будущих участников конкурса. На одной из них ученица Мария Челях поделилась своим уже имеющимся большим опытом участия в исполнительском конкурсе «Звездопад». Я участвую в «Звездопаде» уже в четвертый раз. Два раза уже участвовала с Марией Дмитриевной. У меня стали появляться успехи. Я начала проходить в «Звездопаде» на второй тур, потом заняла место, потом еще выше место. Я хочу в этом году занять более высокое место, потому что за последний год в этом городе хочется улететь, так запоминающейся. Преподаватель Мария Челях дала напутствие будущим конкурсантам и поделилась секретом залога успешного выступления. Прежде всего, позитива от выступления – это самое главное, потому что если тебе нравится то, что ты делаешь, если ты выходишь и получаешь колоссальное удовольствие, то абсолютно не важно, будет у тебя первое место, будет у тебя второе или третье, или даже диплом участника. Это не имеет никакого значения. Правильно говорят, что главное не победа, а главное – участие. И главное – любить то, чем ты занимаешься, и делать это с удовольствием и с кайфом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!